Сняли номер. Номер стоит сколько? 2000 рублей. Еще небольшой номер. В частном секторе. Ну вот такая вот небольшая комната. Короче, здесь все такое, ну как, по-простецки, просто можно сказать, спартански. Раковина настолько маленькая, что в нее и даже пальцы не помещаются. Ну вот так все простенько. Стоит 2000 рублей. Две кровати. Так, давай, где кровать? Замок чистить символически. Все, здесь. Все зеленое. Балкончик такой. Нет, мы не пьющие, так что это. С нами проблем не будет. Спортсмены и комсомольцы, да? Язвенники, трезвенники. В общем, частный сектор. Рядом, а рядом находится прямо этот центр Пицунда, да? Ну, все зеленое. Что тут еще сказать? Тротуар здесь. Более, как бы, больше похоже на какой-то ухоженный городочек, чем Гагра-Гагра. Ну, мы пока Гагри толком не гуляли. Завтра прогуляемся. В принципе, тут такое ощущение, как будто ты в Дагомусе где-то идешь. Или в Адлере, где-нибудь там, на курортном городке прогуливаешься. Вот так выглядит пляж в районе Пицунды. Песка мы здесь не видим. Здесь, как и в Сочи, мелкая галька. Но похоже на Олимпийский парк. Вот прям здесь такой пляж напоминает, конечно, по... Как набережная в Олимпийском парке. Вот там пляж Олимпийского парка. Но если мы вот сюда повернемся, видите, какие прекрасные сосны. Таких сосен вы в Сочи не увидите возле пляжа. Здесь сосновая, огромная такая роща, через которую идешь и дышишь прям... Ну, супер. Воздух, конечно, отличный здесь. Что-что, а зелени много. И за счет этой зелени прекрасный, прекрасный воздух. Он взрешивается с морским. И... Балдежно дышать здесь прям... Можно сказать, что целебный, лечебный прям воздух. Из веток, я не знаю, пальмы или из чего. Или из веток бамбука. Вот такие вот... Как зонты, да? Наверное, можно так сказать. Там шезлонги деревянные, люди там в тенечке лежат, отдыхают. Тарзанка, смотрю, там даже где-то пацаны катаются. Музыка 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 может дальше пройдем или ну пляжи свободный ну люди есть но нормально но учитывая что уже сентябрь месяц короче номер конечно мне не очень понравился за 2000 рублей но там нюанс много я уже вам их не показал и ламинат там короче везет в дырках коры и кровати жесткие просто все что более такое нормально все что более хорошее там нет места и стоит это вот видите как там рядом 5000 и все забронировано до 26 сентября пицунда кэт например гостевой дом там наверняка как бы это но судя по холлу по ресепшену к вам подходим там все так добротно комфортно сервис такой хороший ну а мы в обычный гостевой дом бюджетники за 2000 рублей заехали так сказать может мог где-то можно что-то подешевле найти но это уже будет там какие-то комнатки прямо в домиках стареньких наверное думаю что может быть за 1000 найдете представляете да вот в гаграх вода чистая была здесь вот волны как-то поднялись и здесь немножко мутноватая вода почему не знаю странно прям такая вот как в сочи как в сочи вода да а вот здесь именно удивительно надо спросить просто может люди знают день добрый скажите а вы утром были здесь на пляже нет да я вас не снимаю спрашиваю пошел спросить у людей по поводу воды как утром вода чистая была такая прозрачная я говорю то что может быть волны сейчас пошли и поэтому она такому мне стало все отворачиваются никто и не снимайте ничего не подходите не спросить не подойти у нашего человека не хотят публичности я говорю да я вас не снимаю камеру даже телефон убрал вы просто скажите мне нет нет отворачиваются спиной слушай я так понимаю что в абхазии короче кого-то снимать это вообще не вариант никто не хочет попадать на камеру ни в коем случае поэтому будут наверное в видео только наши комментарии наши эмоции наши впечатления маршрутку мы залезли да вот я уже рассказывал там тоже парень сразу выключите выключите ничего не снимаете так они сидели к нам спиной просто было так интересная атмосфера музыка этот абхазский флаг не и маршрутка несется по неровным дорогам сейчас я взлечу и покажу вам с высоты этот пляж вот ребят вот она вам пицунда на сосны и море шикарное синее море но вот сейчас волны поднялись люди говорят что вода была вообще прозрачная чистая с утра когда волн не было был стиль волны поделить поднялись конечно ему такая поднялась на в воде но в гаграх была вода шикарная мы с поезда особенно ехали смотрели ну утреннее время было 10 часов утра хотя ну такой воды я не видел не в сочи нигде пицунская реликтовая роща вытянулась вдоль берега черного моря на 7 километров и занимает площадь примерно 200 гектар состоит из 30 тысяч деревьев реликтовой пицунской сосны средний возраст стати которых 80 лет согласно исследованиям сосна растет на этом месте несколько миллионов лет всего лишь 60 миллионов лет назад мыс а пицунда вообще не существовала и черное море плотно прилегала к возвышенностям горам с течением времени море отступила река взыб нанесла достаточное количество камней и почвы с гор для формирования пицунского мыса образовалась почва оптимально для произрастания реликтовой сосны а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Давай кинем галтеров Клич Короче Инстаграм Игоря будет В описании Он, наш парень. Холостой Не пьющей Интеллигентный Слышас Слыша! Ну я плюс сказал Хоть про минусы Ну честно скажи, чтобы уже А то, знаешь от Девчонки набегут оказывается О-о-о-а Шёл Думал-думал В итоге Минусов то нету Никаких 시� Renator Как же с другой стороны-то, а то скажут нахваливать. Вот честно, не могу сказать, какие минусы. Вот был бы это, а девушка и свободный, блин, сразу бы это, замуж бы. Мне еще нравится, что ровный рельеф, ландшафт идешь. Не надо по горам бегать. Вот это вот тоже замечательно здесь. Пицунда, она как этот, островок, да, получается? Такой вот, если сверху посмотреть, равнинный островок, такой выступ в море. И здесь такая лагуна, да? Да. Ну, полуостров, да, да, полуостров выступает. Здесь что, кинотеатр, курорфный зал, сокращенно, наверное. Кавказ выступает, ансамбль. Короче, пока у Игоря нету пасти, Игорь меня увлечает мороженым. Ребят, набережная Пицунды. Красота неимоверная. Особенно то, что напротив противоположные берега, такие очень красивые. Вы знаете, что самое замечательное? Смотрите, какое продается здесь мороженое. Мороженое продается, как в Советском Союзе, в вафельном стаканчике. С наклеечкой и по вкусу, вот оно сливочное, по вкусу напоминает то мороженое, которое было в СССР. Вот так вот. Получается, сначала зашли со стороны Дикого пляжа, и там я пролетел, вы посмотрели виды с дрона. А здесь, получается, уже городская набережная, более такая благоустроенная, получается. И следующие населенные пункты все видно, да? Мне интересно. Ну, вот это понятно, это что-то тоже какие-то городки небольшие, да, поселки. А вот туда дальше. Там Сукум или Грузия. Вот туда вот дальше. Что там? Сукум или Грузия. 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 Сукум. Сукум или Грузия. Здесь, по-моему, вода чистая, что-то прям вообще прозрачное. Но с другой стороны, получается, зашли этой косы. Да, здесь вода чистая. Как вот это может так быть, да, с той стороны? Мутная, а здесь чистая. Вот смотрите, какая вода. Удивительно. Вообще красивая, прозрачная. Вот такая же вода, как приехали на поезды. Вау, просто обалдеть. Мы с вами прошли вот с той стороны, получается, с правой стороны, куда я сейчас показываю. Со стороны гиклопляжа мы зашли. То есть обогнули как бы вот этот полуостров, косу вот эту, на которой стоят санатории и сосновая роща. И вот вышли на центральную набережную, вот на эту лагуну. То есть я к тому говорю, что здесь вода удивительная, какая прозрачная. Ну и здесь вода, кстати, спокойнее за счет того, что вот эта лагуна здесь. Вода просто бомбически чистая. Офигительная. Ну у нас вот в Сочи такая вода бывает только в районе Олимпийского и набережной, Олимпийского парка. Ну и то не всегда. Здесь прям шикарно. В Сочи тоже просто бывает такая вода прозрачная, но не настолько, как здесь вот такая вот кристально-голубая. Вот я смотрю туда метров на 7, на 8 вперед и вижу дно, там эти камни видны. Такое в Сочи редко вообще встретишь. Надо, чтобы штиль был, да, еще на определенных пляжах. Ну это обуславливается, конечно, плотностью застройки и количеством населения, которое проживает в Сочи. В Питсунде построили новый аквапарк. Дети здесь играют, на горках катаются. Аквапарк находится прямо на набережной. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Вот, он только, и не только для детей, но и для взрослых. Взрослым 1000 рублей, дети от 5 до 12 лет 500, а до 5 лет бесплатно. Погода интересная. Вроде как и небо есть светлое, и в тот же момент тучи темные, и гром гремит. И температура где-то градусов около 30. Вот, в прошлом году смонтировали этот аквапарк. Игорь приезжал сюда, говорит, что новый он. То есть раньше его не было. Ну здорово. Как-то выглядит приятнее, чем у нас в Сочи. И вот открытая территория, видно со всех сторон, что там происходит. И как-то и тянет туда зайти, даже с ребенком. В Сочи на центральной набережной тоже есть аквапарк. Но он работает, он просто закрыт. Его со стороны не видно, что там происходит. И как-то особо туда и не тянет зайти. А здесь вот видно, что происходит, как дети там резвятся. Смотри, какие сосны и фонарь такой прикольный. И такие пышные сосны. Я у себя хотел тоже ветки на соснах подрезать, а мне не дали. Я вызвал там человека с комитета. Короче, та организация в администрации, которая следит за вот этими краснокнижными растениями, деревьями. Приехали, посмотрели, говорят, у вас пицунские сосны, поэтому мы не даем разрешения что-либо с ними делать. Вот пускай эти ветки типа сами падают. Короче, нужно вызывать на свой страх и риск, что штрафуют. Ну, сухие ветки все равно на соснах есть, а их надо срезать, потому что они потом падают. На машину могут упасть или на человека. Вот такая тут гостиница, да? Или что это такое? Игорь меня ведет в вот это здание какое-то, тоже старое, фестивальный какой-то зал или что-то, концертный зал какой-то. Ну, где гром-то? Молния была, чего-то грома нет. Мы пришли в столовую, вот в это здание зашли. Уважаемые гости, в меню столовые, опохмельные наборы. Набор крестьянский, 100 рублей огуречный рассол, стопка водки. Набор купеческий огуречный рассол, стопка водки, стакан 0,5 пива, борщ со сметаной. И набор буржуйный, огуречный, ну, буржуйский, да, огуречный рассол, 50 мл коньяка, 150 мл домашнего венца, борщ со сметаной, 190 рублей. У нас в столовой вино коньяк чача домашнее, домашнее, заметьте. А также с завода, с завода Сукумский винзавод. Так, ну, посттерминал оплата банковской карты беспроцентно. Такая столовая хорошая, ну, в принципе, просторная, чистенькая. Борщ вот здесь есть, 400 грамм, 120 рублей. Солянка, 400 грамм, 180, есть 200 грамм, 95. Суп харчо, 200 грамм, 85 рублей. Суп лапша и курица, 75. Бизнес ланч, 192 рубля, первая, гарнир и компот, хлеб. Посмотрите, ребят, какие кефтели красивые. Да все красиво, картошечка красивая, по-деревенски. Тут вот овощи мы взяли, да? Мне тоже сделайте так, пожалуйста. Ты повторить хочешь? Вот так вот. Это же самое? Да, сделайте так. Тевтеля из говядины. Есть у них еще курица, рыба какая-то. А рыба это форель, да? Это курица. Где что это? Нет, я прорыву. А, сверху. Форель. Такие, как в Испании эти топасы. Бутерброды такие с чем-то, я не знаю, с чем. Это у нас отбирная помидорка. Вот это вот с помидорами? А это мясо бахнацузское. А, это мясо бахнацузское такое? А я думаю, что это такое интересное, прикольно. Вот это вот говяжьи котлетки. Вот так вот. Ну, небольшой ассортимент, но все вроде есть. Еще вот рагу мясную. А, это фасоль. Фасоль. Фасоль, да. Вот за это 309 рублей. А нас привезли сначала в другое кафе. Там мы заплатили, не будем говорить, сколько. Нам сказали, что там недорогая еда. А мы там поили прилично. Нам дороже, чем поезд обошелся. Да, как вы считаете? 310 рублей. Овощи, тушеные, картошечка, кефтелек говяжий и два компота с вифа. Как вам такая цена? Считаю, по 150 рублей с человеком. С учетом того, что вы кушаете прямо на пляже. Вот море видно, да? Руки помыть. Тут такие еще заведения. Овощи, тоже атмосферненько. Ну, что вы хотите. Зато вкусно и дешево. Кстати, вот у них сколько я заходил в заведение, а жидкого мыла нигде нету. Вот лежит кусок мыла и все. Не потравят нас здесь? Вкусно? Хладно. А, холодно только, не нагретая? Да. А так вкусно, да? Дешево, да, нормально. Еда по цене-то хорошая, да. Главное не травануться. Я надеюсь, что все будет нормально. Вот. Ну, выглядит все прилично. Картошка вкусная, овощи вкусные. Тотлета такая какая-то непонятная, из чего взяла. Но зато 150 рублей. Где еще поезда 150 рублей? Мы просто еще не все места тут знаем, где можно поесть. С пляжи зашли и сразу первое то, что увидели, пришли и перекусили. Но в Сочи за 150 рублей так точно не поешь. Центральная, ребят, набережная. Питсунды. Вот такая вот Питсунда на закате. Солнце тут не видно, как заходит, потому что заходит с другой стороны. Вот облака отсвечивают. Тут винцо продается. Черт еще хайло. И Игорь тут ловит картинку. Да? Игорь весь красный, правда. Ты прям отсвечиваешь на сон на закате. Ну, контингент отдыхающих, я скажу так, больше люди такого старшего поколения. Молодежь есть, но не так много. Ну и в основном приезжают все семьями отдыхать. Вот. Мы взяли еще сыгрим по чашке, по стаканчику кофе, так сказать. 110 рублей, да, кофе получается? Два кофе 220 рублей. Девчонки сами варят. Сейчас попробуем какой кофе. Смотрите, как красиво, да, вообще. Такой закат и на небе вообще такое зарево тучи красного цвета. Вообще очень здорово. Вот сейчас надо летать на дроне, да, был? Вот здорово было бы красиво. Молодежь пахнула, да? А, и такую... Смотри, а над морем такое коричневое отражение от тучи. Как тебе кофе? Что-то непонятное, да? Да, что-то. Из абхазских сортов. Из абхазских зверин. Кофе такое, на троечку. Такой кофе первый раз пью. Наверное, они просто порошок не кипятком, а теплой водой залили. И сверху молока, сахар. Вот получился кофе. Не знаю, по вкусу сложно. Какой-то кофейный напиток, да, скорее всего? Но не кофе точно. Впечатление, я скажу так, мы, наверное, потом подытожим и расскажем впечатление. Ну, пока все нормально. Мы, в принципе, знали, куда мы едем. Мы знали, какой тут уровень сервиса. Поэтому мы ехали посмотреть природу. На самом деле, вот это вот, как сказать, нетронутая, можно сказать, как в Сочи. Нет такой застройки. Поэтому, как природа, нам здесь очень нравится. Слушай, а что это за конструкции такие? А, это массаж, гидромассаж, да? Смотрю, мотор здесь стоит, насос качает. Народ ложится за... Да, за скакалку дергает. А я думаю, что за тренажер такой, а это, оказывается, массаж. Ну, и шикарное, конечно, море. Стоят вот эти три свечки, три гостиницы или что это, санатории раньше были. Чистая вода. Чистое море. С прекрасным цветом воды. Отсюда кораблик, который катает днем людей. И тут уже рыбаки что-то ловят. Морская прогулка. На теплоходе Герой Абхазии. Стоимость прогулки 500 рублей. Детям до 10 лет бесплатно. Продолжительность 1 час. Там как глубина? Метра три? Метра два. Ну, наверное, и все это достопримечательности центральной набережной. Мы пока рассматриваем, только приехали. У вас алкоголь наше это или какие-то напитки безалкогольные? Гранатовые, да? Это Аджин, да? Как-то граната. О, сколько специй. Ну, мы придем еще, набьем чемоданы. То есть, если ко мне не придете, я найду вас. Персики 150 рублей килограмм. Ну, это, наверное, местные персики, потому что мы своими глазами видели плантации персиков, да? Ну, кроме того, наверное, местные сами выращивают. Ну, на плантациях прям столько много было деревьев проезжали мы. Даже удивлено, он был, что такие плантации. Ну, тут вот какой-то санаторий еще, да? Ну, или просто гостиница. Может, узнаем, какие цены? Ну, советское здание еще фасад не ремонтировался, потому что куски вон штукатурки отслаиваются. Ну, тем не менее, все работает. Стоят эти кондеры, балкончики. Народу много. Ну, скажете, это заведение как гостиница, да, работает? Пансионат. Не в курсе, с какой цены начинаются там у них номера по стоимости. А, путевка сюда берется, да? Они тут и лечение какое-то, санаторный курортный. Еда и проживание, да? И то, что рядом с морем. Короче, значит, по стоимости в этом санатории, ну, в общем, от 1000 рублей на человека. Август дороже, наверное, был. Там есть и люксовый номер, полулюксовый, не знаю, что там внутри. Там 1000 с чем-то на человека. Эта дорога как раз идет к центральному входу на набережную, да, Питсунды. Широкие тротуары, ровный рельеф. Ну, мне нравится то, что ровный рельеф. Я уже поэтому соскучился после горного Сочи. И все в зелени. Для данного времени, я считаю, что нормально отдыхающих, потому что уже сентябрь. Ну, если ты, наверное, ходишь, спокойно отдыхаешь, там, не быхуешь. Вот, ну, и за вещами, естественно, надо смотреть за своими, как там уже местные сказали. Ну, в принципе, я думаю, что можно отдыхать сюда, приезжать. Тем более, с такой шикарной природой. Думаю, что безопасно. Не знаю, как, но мы не на машине, поэтому Игорь приезжал сюда с моим другом тоже, с Женей. Они на машине приезжали и попались на разводку гаишников. Гаишники там стояли в определенном месте, где невозможно было проехать так, чтобы... Под кирпич. Да, там под кирпич они заехали. То есть, чтобы развернуться, они по-любому нарушали. Ну, такое место или сделано так. Ну, и там, короче, дежурят ДПСники. В результате ты в любом случае, чтобы оттуда выехать, вот ты заплутал, туда заехал. А туда, видимо, все заезжают, раз там дежурное место у них. Да, назад не издашься, и получается, нужно заезжать на разворотную площадку, где автобусы там. То есть, в любом случае, ты заезжаешь на эту разворотную площадку под знак. Вот там разворачиваешься, и при выезде они тебя начинают подрабатывать. Предлагают оформить, да, там, права твои куда-то уедут. Причем куда-то, да, куда-то. Ну, и у многих такие истории. Такое на дороге случается, подлавливают там. Если на транспорте быть предельно внимательным, аккуратным, не нарушать, потому что там, где вы нарушите, обязательно вас хлопнут, так сказать. Игорь вот правильно характеризовал это место, Питсунду. Как раз по поводу того, что здесь воздух такой вот вкусный. Напоминает, говорит, такой воздух, как в Дендрарии, вот в Сочи. Настолько он насыщенный вот этими фитонцидами, наверное, отсосен, да? И поэтому, ну, и не только отсосен, тут различные растения. Поэтому воздух здесь шикарный. Пыли вот этой нету, каких-то посторонних запахов. А, вот тут КПП какое-то, и кто с этой стороны заезжает, с них деньги берут. Мы-то с другой стороны зашли, получается, и прошли по набережной. И мы как бы бесплатно здесь оказались. А здесь такой есть пост, где, короче, денежку берут со всех, да? Получается так. Да. Вот мне сейчас объяснили, что вы проходите на территорию курортного парка, оплачиваете вход 40 рублей, и на территории курортного парка вы пользуетесь лежаками и пляжными зонтами. Ну, и самый главный момент, это также и в Сочи не любят, чтобы вы, уважаемые гости, на территорию города не ходили в купальниках. Можно, кстати, посетить Дельфинарии. Цена билета 600 рублей. Ну, я считаю, что это приемлемо. Можно заплатить 40 рублей, если ты заходишь на территорию и пользуешься зонтами и лежаками бесплатно. Я думал, что там нужно их оплачивать. Мы как бы их и не старались с Игорем брать, потому что не знали этих условий. Но мы, вот вам небольшой лайфхак, если вы заходите со стороны, короче, Дикого пляжа, с другой стороны, откуда мы пришли, то вы на эту территорию заходите бесплатно, 40 рублей экономите. Но я думаю, что не такие великие деньги 40 рублей заплатить за то, чтобы пользоваться инфраструктурой. Но мы просто этого не знали, зашли с другой стороны. Ты, получается, должен прийти, как бы, наверное, пораньше и занять какой-то лежак. Там некоторые лежаки, я видел, камушками, камушки ложат, занимают камушками. Ну вот еще гранатовый сок женщина продавала. Я не знаю, разбавленный он, не разбавленный сахаром, не сахаром, 100 рублей бутылочка. 0,5, да. Конечно, тот гранатовый сок, надо, кстати, попробовать взять, чтобы я мог тебе сказать, что да, потому что я в Анталии брал гранатовый сок, тоже в районе 120 рублей за 0,5 стакан. Туда прям при тебе, при тебе, да, выжимают. Тут-то неизвестно, чем. У них стоит там механическая соковыжималка, и она вот давит при тебе, я не знаю, там два граната, еще добавляет либо грейпфрут, либо апельсин. Такая вкуснотища, прям заряд энергии, витаминов. Ну, не знаю, как здесь. Здесь ты не видишь, что там бутылки, поэтому сложно сказать. Конечно, хотелось бы, чтобы вот так же и было при тебе. Раз, и отжали. Тем более, гранаты здесь растут, как и в Сочи. Такая вечерняя жизнь Пицунга, да? Проспект. Люди отдыхают, гуляют, что-то там покупают, выбирают. Я Игорю говорю, у нас этот номер напоминает палату больничную, но еще не хватает стойки под капельницу. Как будто в больничке находимся. Ну, просто стены такого цвета, и по размерам такой же номер. Ну, и, в принципе, по убранству здесь такого, тоже все пустая такая, пустая палата. Все сделано экономично даже. У нас есть второе окно, но не открывается. Чтобы это окно помыть, надо где-то лестницу снаружи ставить. Они экономили бы здесь на всем. И в душевую тоже шторка такая тканевая. Ну, то есть вода может вниз литься. Ну, в принципе, так. Бюджетные такие номера. Ну, и понятно, потому что сюда едет бюджетный турист. В основном люди старшего поколения. Молодежи не так много. Сегодня следующий день наших пребываний в Абхазии. Мы уезжаем. Спасибо вам за то, что нас приняли. А вы можете сказать свой телефон? Подписчики будут смотреть, чтобы мы не позвонили. Вы можете прямо ворот. А, написано, да? Все, снимем. Хорошо. Вот, ребят, так что смотрите, какая территория. Сейчас вы увидите. Ну, все зеленое. Здесь у них всякие кресла. Беседочка есть с мягким диванчиком. Веселый дом на моей спине. Ну, как бы, ничего такого особенного. Но при этом есть свободные места. И ценник у них вот на данный момент, конец лета, да, начало сентября, получается 2000 рублей. Кому нужно будет, запишите. Такой частный сектор вокруг. В общем, одни гостевые дома. Такая улица. Ну, тут, наверное, все такие улицы. Вот, смотрите, здесь тоже машина на территории стоят. И дом такой. Тоже под мини-гостиницей. А вот с этой стороны, с левой, там дальше Пицунда Кэт. Такое, не дешевое. Недешевый отельчик от 5000, как я говорил, там номера. Ну, вот их там не было уже. Все раскуплено на ближайший месяц. Тут вход в национальный парк Пицунды. И можно пройти сразу напрямую через сосны. Сосновый борт, выйти к морю. Вот, тут замечательный воздух. Сейчас мы просто зайдем, чуть-чуть пройдем с вами, я вам покажу. Кто-то этой тропой уже ходил здесь, отдыхал. Выглядит, конечно, не как в Кисловодске. Лесные тропы. Ну, вот такая вот тропинка лесная. Ну и все в соснах, вот в таком духе. Короче, вы идете среди сосен, дышите хорошим воздухом и выходите в море. Идете, наслаждаетесь. Пенем птиц и прекрасным воздухом. Природа нетронутая, да? В Сочи такой природы уже не найти, если только куда-то в город забраться. Там да, еще. А так в Сочи все застроено. А мы побегали, нам там 5 тысяч зарядили в Пицун ДК. Потом мы пришли сюда за 2 тысячи. А кто-то как-то не жиро вообще-то. И у них ничего нет свободного. Все до 26 сентября запранили. Я тоже смотрела на букинги, что у них забито вообще, забивало разные даты, у них там вообще забито. А, они есть на букинги даже, да? Да, есть. Мы за 2 тысячи остановились. Там, правда, такой номер простой, как в больнице, две кровати, в принципе, телевизор не работает, но умывальник, даже руки не помыть, настолько маленький, но в целом, главное, спать воздух. Я не знаю, почему так-то, я вот нормально смотрела, вот здесь, вот у меня за полторы я договорилась, что мы решили. Вот трехэтажное здание. Ну, а она сказала, что на две с половиной берет, но это мне говорит, ну ладно, мне тебя жалко за полторы дикнение. Вот она мне тоже за полторы договорилась. Вот в таком доме полторы тысячи, получается, можно найти, да? Это минимум тот, который если... А так минимум за два они уступают. Две тысячи. Игорь уже у нас сходил на море утром, да? Да. Искупался. Народу, говорит, уже много, он в 7 утра пошел, уже полный пляж народу. И что, вода там практически пресная получается. Нам вчера сказали, что так как Бзыб, река здесь большая, она очень много воды пресной выносит в море, и из-за этого вода и на том берегу, на диком пляже была мухноватая. Ну и за счет этого и пресная как бы по вкусу вода. Узнали сейчас сколько стоит до нового фона на такси, это полторы тысячи. Ну вот зарядили сразу, то есть может оно и дешевле, но вот полторы тысячи сходу сказали. Так мы планируем сейчас на маршрутке поехать. Сюда мы приехали из Гагры, в Пицунду мы приехали за 100 рублей с человека. Вот на такой маршрутке, такие маршрутки здесь ходят. 150 рублей до нового фона с Пицунду стоят. По времени ехать около часа. Следующая остановка у нас в Новый Афон. И там мы на денек один задерживаемся на сутки. Субтитры сделал DimaTorzok